Тему о добровольческих бригадах, которые создают украинцы для освобождения оккупированных регионов, мы будем обсуждать со спикером национальной полиции Украины Марьяной Рева с нами на связи. Марьяна, приветствую вас. Витаю вас в студии. Здравствуйте, студия. Итак, хотела бы озвучить также еще дополнительную информацию о том, что МВД Украины начало формирование штурмовых бригад гвардии наступления, состоящих из добровольцев, об этом исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко сообщил. И вот по его словам, человек, который хочет вступить в гвардию наступления, может подать соответствующую анкету на сайте МВД, где представлены все комплектующиеся бригады. Ну и еще немного подробностей сейчас можем также услышать. Решение создать штурмовые бригады было принято нашими сотрудниками, у которых достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех, кто желает, кто патриот, потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель. Игорь Клименко, исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины. Марьяна, ну цели, безусловно, мы понимаем и понимают, вероятно, все наши зрители. Хотелось бы еще немного подробностей услышать от вас об основной, собственно, концепции, потому что на самом деле украинцы ведь нацелены не только защищать свои территории, но и освобождать те, которые сейчас находятся под временной оккупацией. И вот подробнее об этом хотелось бы также от вас услышать. Так, вы полностью правы. Да, вы совершенно правильно все сказали. А первый этап, если можно его так назвать, войны, когда мы защищались, на самом деле он уже прошел. Мы заходим в новую фазу, в новое направление, когда мы не только защищаем свои территории, но и активно работаем над тем, чтобы освободить из-под оккупации земли, которые были захвачены Россией. Для этого созданы штурмовые бригады в системе Министерства внутренних дел Украины. Напомню, что сейчас формируем 8 таких бригад. 6 бригад в Национальной гвардии. Это бригады Рубеж, Буровий, Спартан, Кородак, а также уже легендарный отряд Азов. В пограничной службе создана бригада Сталевый кордон, а в нацполиции есть штурмовая бригада Людь. Основная цель – это собрать круг единомышленников, собрать людей, которые добровольно, подчеркиваю, это должны быть именно добровольцы, потому что мы ищем действительно высоко мотивированных людей, собрать их в одну команду профессионалов, для того, чтобы мы могли эффективно выполнять все боевые задачи. В общем, сам костяк всех бригад уже сформирован на основе действующих военнослужащих и полицейских. Это люди, у которых есть большой боевой опыт, которые являются профессионалами своего дела. И как раз новобранцев будут также учить, и по всем стандартам НАТО, и учить в первую очередь с позиции того, что это должна быть команда, это должно быть под единым лидерским началом, и это действительно должен быть круг единомышленников, потому что только учитывая мотивацию этих людей, мы будем понимать основную цель, ради которой они пришли, а они пришли защищать и освобождать Украину. На самом деле в противостоянии российской агрессии украинцы правда продемонстрировали с самого начала единства, единства не только действий, но и мыслей. Это очень, скажем так, активно видно на территории Украины, и это замечают также, безусловно, наши партнеры. И вы сказали по поводу обучения, что также будут происходить обучения. Знаете ли, я абсолютно не хочу проводить какие-либо параллели с нашим противником, но так или иначе, агрессор Российская Федерация и, собственно, противостоима этой агрессии, поэтому в любом случае это неизбежно. У Российской Федерации нет как таковых возможностей обучать военных, новобранцев, скажем так, где-либо, кроме как на полигонах Белоруссии. Нет у них таких возможностей, нет мест, локаций. Все-таки украинские защитники имеют больше возможностей для обучения, вероятно. Если вы можете озвучить, где будут обучаться эти новобранцы, эти добровольцы, скажем так, и, собственно, это будет какая страна, кто, возможно, возьмет на себя шефство, или это будет не одна страна для обучения. Я могу сказать одно, что новобранцы, которые присоединятся к рядам штурмовых бригад МВД, у нас они получают лучшую подготовку от лучших специалистов. Соответственно, будут проведены и учения, соответственно, будут проведены и боевые слаживания, для того, чтобы результат этой работы был эффективным. Безусловно. И также, снова-таки, о неприятных паралелях в самой Российской Федерации и в информационном пространстве, так или иначе, могут быть параллели или уже существуют с группировкой Вагнер. Но мы же понимаем, что все-таки, что касается Вагнера, это абсолютно нельзя назвать каким-то добровольческим началом. Это вот самая настоящая вербовка. И, конечно же, мы знаем уже, кого вербуют в ряды Вагнера. И хотелось бы услышать больше об особенностях добровольцев. Возможно, некоторые наши зрители на территории Российской Федерации в принципе сейчас узнают, что такое доброволец и как на самом деле выглядит добровольное желание защищать свою страну. Ну, вы знаете, я навіть не коментую эти параллели. Вы знаете, я даже не буду комментировать эти параллели с той структурой, которую вы назвали, потому что это вообще нельзя сравнивать. В наших рядах мы ожидаем людей мотивированных, которые подходят под все параметры отбора в органы системы Министерства внутренних дел Украины. Поэтому точно людей, которые могут приобщиться к этой структуре, которую мы не хотим даже называть, не считаем это уместным. Таких людей в наших рядах и быть не может, потому что у нас достаточно жесткий отбор. И на определенном этапе, конечно, будут отсеиваться такие люди. Добровольцы, которые присоединяются к нам, должны пройти несколько этапов для того, чтобы стать в ряды штурмовых бригад. В первую очередь они должны подать анкеты. Анкеты можно подать в режиме онлайн на целевом сайте storm.mvs.gov.ua. Там есть типовая анкета, которую могут заполнить и также могут обратиться в определенные центры предоставления административных услуг. Таких центров около 140 работает в Украине. Там находятся рекрутинговые группы по представителю от национальной полиции, по представителю от национальной гвардии и госпогранслужбы. Просим обратить внимание, что, несмотря на то, что эти люди там находятся в форме военнослужащих, это сотрудники системы МВД. И они осуществляют набор добровольцев, чтобы у них не возникало каких-либо других ассоциаций. В дальнейшем можно получить как консультацию у этих специалистов, так и заполнить непосредственно у них анкету. И в дальнейшем после этого подразделения комплектования, они прорабатывают анкеты кандидатов, посылают сообщения или звонят по телефону лицу и сообщают, какой перечень документов им нужно с собой взять, и когда и куда прийти для того, чтобы уже начать именно процесс подготовки к поступлению на службу. Их в дальнейшем ожидает прохождение обязательной военно-врачебной экспертизы. И после этого тестирования, и особенно это психологическое тестирование, ему придается наибольшее значение. И завершающий этап – это оценка физического состояния, потому что мы понимаем, какие физические нагрузки будут испытывать потенциальные добровольцы. И, конечно же, всех нужно протестировать на те или иные силовые упражнения. То есть просто одного желания попасть в такую бригаду недостаточно. Есть определенный четкий алгоритм, который будет еще решать и отбирать, собственно, тех, кто действительно сможет попасть в эти бригады. Ведь так? Да, желание – это первый этап. Мотивация для нас на первом месте. Но в дальнейшем мы должны понимать, что эти бригады должны формироваться из наиболее подготовленных людей, из тех, кто готов, в том числе психологически работать, выполнять задачи, которые будут стоять перед штурмовыми бригадами. Поэтому мы будем брать лучших из наиболее мотивированных. Будем убирать лучших из наиболее мотивованных. Есть ли понимание, какое количество добровольцев, к примеру, нужно набрать или, предположительно, получится набрать? И на сколько этапов проверок всего? В общей сложности – это несколько десятков тысяч человек, которых мы набираем на все бригады. Я намеренно не буду озвучивать эту цифру, но мы надеемся на то, что дополнительно мы можем создать резерв из тех лиц, которые на этом этапе не пройдут в сформированные восемь бригад. И дальше мы сможем этих людей привлекать в бригады, которые будут формироваться уже в перспективе, на что мы надеемся. По этапам я их уже называла. Первый этап – это предоставление анкеты. Второй этап – это разговор уже с центрами комплектования направления, которые рассказывают, какие документы принести. Затем – военно-врачебное обследование. Это у нас третий этап. Четвертый этап – это тестирование. И пятый этап – это физические нагрузки. Но если мы говорим, например, о людях, которые присоединяются к рядам полиции, у нас там еще они должны пройти соответствующее заседание полицейской комиссии. Поэтому еще, возможно, плюс один этап для добровольцев в зависимости от того, в какую структуру они хотят попасть. В зависимости от того, в какой бригаде хочет присоединиться доброволец, уже дальше и, соответственно, будет проходить и его подготовка, и его служба. Поскольку, если эта бригада в составе Национальной гвардии Украины или Государственной пограничной службы, то эти лица – они военнослужащие. И у них есть, соответственно, и все имеющиеся льготы, как у военнослужащих Вооруженных сил Украины, и соответствующие все условия и денежное обеспечение. Если же лицо хочет присоединиться к бригаде «Людь», которая в составе Национальной полиции, то прежде всего нужно понимать, что они как раз становятся полицейскими. Они не военнослужащие и, соответственно, тоже имеют льготы. Но мы проработали механизм таким образом, чтобы денежное довольствие всех бригад было на одном уровне, чтобы люди получали одинаковую зарплату и чтобы люди имели одинаковые условия и льготы. Также хотелось бы добавить информацию о том, кто же будет в рядах добровольцев. Основу этих подразделений, как заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко, будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы, которые будут вступать туда на добровольческой основе. Также Клименко рассказал, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы для военнослужащих и полицейских. Это, собственно, также добавим об условиях, которые мы только что обсудили. Давайте услышим цитату и продолжим. В первую очередь это люди, прошедшие горнила 2014-15 годов, часть которых воевала уже в 2022 году. Часть из них ранены. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм. И таких людей очень много в нашем государстве. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации. Это касается Госпогранслужбы и Нацгвардии. Все льготы и социальные гарантии сохраняются. Кроме того, мы предлагаем достойную зарплату. Также мы предлагаем возможность получить профессию в учебных заведениях МВД. И, конечно, у каждого будет возможность утилизировать врага. Игорь Клименко, исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины. И вы перечисляли еще в начале нашего с вами общения название этих бригад. И одной из этих бригад станет «Лють». В ее состав войдут бойцы из некоторых уже существующих батальонов, также добровольцы, конечно. Об этом сообщили во время брифинга представители Луганской военно-гражданской администрации и национальной полиции. Спецподразделение будет выполнять задания на деоккупированных территориях Луганской области, а также в Донецкой области. В МВД говорят, что бойцы бригады будут участвовать в зачистках. Также и в Крыму новое спецподразделение будет насчитывать более 4 тысяч обученных бойцов, которые уже через два месяца смогут приступить к выполнению поставленных задач. Сейчас объявлен донабор добровольцев на вакантной должности. Ну и, собственно, конечно же, как вы уже сказали, что контактные данные есть на сайте национальной полиции. Вот давайте услышим еще цитату по этому поводу и продолжим обсуждение. Все-таки махина величезна против нас воюет. Все-таки махина огромнейшая против нас воюет. Они резервы подтягивают, они с людьми не считаются. Нам заблаговременно надо подготовить максимально боеспособные части. Бригада – это большое количество людей, которые нам надо не взять с улицы просто каких-то гражданских, натянуть на них военную форму и, как россияне, кидать их просто вперед, чтобы они там в первое же время сразу и погибли. Как мы видели, россияне штурмовали Солидар и Бахмут, просто телами прокладывали. Нам нужны, во-первых, максимально мотивированные люди, которые самостоятельно идут, они знают, на что они идут, для чего они идут. Во-вторых, нам нужно время для того, чтобы их подготовить. Я хотел бы что отметить. Во-первых, это только добровольная компания. Второе. Для нас, главное, люди мотивированные. То есть, после набора нам очень хочется, чтобы самостоятельно пришли люди, которые пройдут соответствующую специализированную подготовку, и потом они уже будут заниматься определенными специфическими занятиями. Это и стабилизационные мероприятия, это и определенные мероприятия уже после того, как уже будут военные делать свое дело. На данное время состав бригады планируется примерно 4 тысячи человек. Уже в эту бригаду вошли в полном составе батальон «Луганск-1» имени героя Украины Сергея Губанова. Также туда вошли аналогичные подразделения структуры нацпола. Это сафари и цунами. Денежное содержание будет максимально увеличено в условиях выполнения боевых заданий, стабилизационных мероприятий. Рядовой где-то на уровне 100 тысяч будет зарплата. Возможно, больше. То есть денежное содержание именно этих сотрудников будет существенно увеличено. И вот там действительно очень много таких интересных названий. А чем главным образом обусловлены эти названия? Можно ли раскрывать эту информацию? Мы же понимаем, что это не сугубо творческий момент, что это несет определенный смысл и символизм. Именно так. Вы все правильно говорите. В каждую бригаду, когда она называлась, вплетали какую-то историю. Если мы говорим о бригаде национальной полиции «Людь», то мы основывались на том, что опрашивали людей. Спрашивали, какие у вас ощущения? Что вы чувствовали? Что вы проживаете за почти год войны? И вы знаете, мы сошлись на том, что, если коротко, что враг хотел вызвать у нас страх, но у нас появилась «Людь». Ярость уничтожить врага. Ярость, которая должна сформироваться как раз в столь сильное, мотивированное наступление, чтобы как можно быстрее наши земли освободить из-под оккупации России. Если мы говорим о стальном курдоне, то поскольку туда входят сотрудники военнослужащие Госпогранслужбы, это крепкая граница, на которой крепко стоят наши люди и защищают международно признанные рубежи Украины. По бригадам национальной гвардии легендарный героический полк «Азов». Мы намеренно никоим образом не меняли это название, потому что «Азов» уже давно является символом борьбы и является символом непокорности и несокрушимости. Бригада «Буровий» — это бригада утилизации российских военных. Бригада «Рубеж» — это бригада, которая как раз направлена на то, чтобы как можно быстрее выйти на рубежи Украины, ее суверенных границ. Бригада «Карадак» — это кара за Крым. Бригада для тех, кто хочет быть одним из первых, кто поднимет украинский флаг в Севастополе. Также у нас есть бригада «Спартан» — крепкая, сильная, мощная бригада, которую боится наступающий и штурмующий враг. И бригада «Червона-Колына» — символ с первых дней практически войны. Песня «Червона-Колына» — она у всех на устах. Она также является символом несокрушимости Украины. И плюс эта бригада базируется в Калиновке. Поэтому такое символическое соединение у нас возникло. Такое символическое поединение у нас с войной коры. Марьяна, очень большое спасибо вам за то, что вы все-таки раскрыли нам некоторые детали этого процесса, очень важного для всей Украины. И еще раз подтверждающего, что украинцы не просто будут стоять до конца, украинцы будут идти к победе. И, собственно, мы к этой победе достаточно уверенно уже шагаем. Марьяна Рева, спикер национальной полиции Украины, была с нами на связи.